Добрый вечер. Сегодня я хочу рассказать историю из своей жизни, которая произошла со мной, когда я окончил институт, я окончил политехнический университет в Тбилиси, тогда только начинал соблюдать Тору и заповеди. Я услышал о такой заповеди Маасер Десятина. Думал, кому давать эту Десятину. И тут как раз мне представился случай. Моя мама и мой папа учились в еврейской школе вместе в одном классе. В этом же классе учился один еврей. Правда, еврейского в этой школе было только то, что раз в неделю был факультативный идыш. И все. И то, что в основном дети в классе были евреи. Конечно, мальчики и девочки учились вместе. И вот в мою маму были влюблены двое. Мой папа и еще один человек, еще один человек еврей. Моя мама выбрала моего папу, в чем я, в общем-то, маме признателен. Иначе я не родился на этот свет. А у этого человека сложилась жизнь очень непросто. Несколько раз женился, разводился. В конце концов, будучи уже в пожилом возрасте, он женился на молодой женщине с ребенком. Она пила, напивалась. То есть была алкоголичка. И она не разрешала соседям приносить мужу, этому человеку, его звали Лёва, не разрешала приносить еду. А я решил, что 10 минут со своей зарплаты, я тогда получал зарплату программиста, 120 рублей. 12 рублей я буду тратить на этого человека. Я ходил в кастроном, в пей рыб рабочий. Пал там консервы, печенье. То, что считал более-менее кошерным, приносил ему в дом, приносил ему еду. Мне кажется, что ему не столько нужна была еда, сколько мы беседовали с ним. Хотя было у него часто непросто сидеть. Комната была одна. В таком итальянском дворике еще была прихожая. Вот как-то я пришел к нему домой. Еще во дворе меня встретил сосед, русский Иван. Он сказал мне, ты видишь, у меня большой фонарик под глазом вижу. Это мне света поставило. Света так звали, жену Лёвой. За что? А я принес ему еду. За это она мне дала в глаз. Ну ничего, сказал вам. Я уже ходил к участковому, я вызвал. Скоро придет участковый, и он ей покажет. Кузяц Мазуру. Он ей покажет, где раки зимуют. Ну, хорошо, я пришел, зашел к нему. Мне участкового нечего было бояться. Действительно, вскоре пришел участковый. И тогда она лежала в кровати, она сказала, выйдите, опа, мне участкового, моя должна переодеться. Мы вышли, стояли в прихожей, пока она переодевалась, чтобы он ее забрал в отделение. Пока мы там стояли, у меня спрашивает милиционер, участковый. А ты чего сюда ходишь? Я говорю, я еду ношу, Леве, этому человеку. Когда он мне говорит, врешь, говорит, к бабе ходишь. К его бабе. То есть на самом деле я на него даже не обиделся, потому что... То есть есть известная вещь, что то, что человек знает в себе, он думает обо всех так же. Поэтому я еще раз для себя выучил это правило. Кольми шипосэль бэ маму посэль. Каждый, кто считает, что в ком-то есть зло, в других есть зло, но есть, прежде всего, в нем самом. Так что я назвал сегодняшний наш, нашу пятиминутку. Ищите женщину. Или другими словами по-русски. Бабе ходишь. Счастливо вам. Я вам всем желаю, чтобы... Когда вас в чем-то заподозрят, в чем вы невиновны. Поплотитесь к этому так же спокойно, как и я. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...